Как главное лицо могу сказать, что им нужно было сесть и подумать. Мирон Федоров, он же Оксимирон, российский посол одного из крупнейших зарубежных брендов спортивной одежды, а рекламной кампании, которая была запущена этим самым брендом и многих, скажем так, удивила. Собственно, вот то, о чем говорит звезда отечественного рэпа. Один из примеров. На фото известная блогерша, журналистка и, что немаловажно, феминистка Залина Маршинкулова в довольно-таки специфической позе. Хэштег «Ни в какие рамки». Ну и текст. «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Но посыл понятен. Метафора интимного характера с намеком на то, что не стоит представительницам прекрасного пола оглядываться на мнение представителей пола сильного. Благосферу буквально взорвало и моментально стало основой для мемов во всем их разнообразии. Но вспомнили героиню на героине из скандального материала сам издата «Батенька». Монстра с иглами на лице из фильмов ужасов про восставшего из ада и легендарного «Чужого» на лице у жертвы. Короче говоря, широкий простор для творчества. И вместе с тем волна негодования. Обвинили в дискриминации и в том, что под видом борьбы за родноправие просто берут и унижают мужчин. Ну, а что говорят те, кто такую рекламу придумал? Узнаем у Антона Подковенко. Антон, приветствую. Приветствую. Там ведь есть и другие слоганы, не менее креативные, не так ли? Ну, еще бы. И по словам автора этих слоганов сначала представителям известного бренда очень понравился вот такой, например. Когда говорят «носить на руках», представляю, как меня носят в гробу. Ну, потом передумали, удалили это все из интернета, но интернет все помнит, как известно. А ведь есть видеоролик из той же рекламной кампании и без зубодробительных слоганов. Вроде вот такого. В сети посты, мол, это фиаско, рибок. Или вот девушка пишет, текст полнейший неадекват. И вопрос, откуда он вообще появился в рекламе, если в зарубежном оригинале, при всей помешанности западного общества на гендерном равноправии, формулировки-то вполне обтекаемые. Это цитаты, конечно, Залины. Залина в этом плане абсолютно муза проекта. Я написал Залине, сказал, что вот есть такие ванильные цитатки глобальные, давай сделаем с тобой то же самое, на ту же тему, но максимально трушное. Мы решили, что действительно идея клевая. Залина Маршинкулова, автор телеграм-канала с недвусмысленным названием «Женская власть», сейчас сбрасывает трубки, в отличие от других участниц видео. Такое ощущение, что звезды спорта сами не ожидали крайне жесткого феминистского поворота рекламной кампании. Лично я участвую в этой рекламе как спортсмен, который говорит девчонкам, не бойтесь, занимайтесь тем, чем вы хотите. Я просто попрошу всех, кто видел эту рекламу, не знаком со мной лично, не воспринимать меня как феминистку. Просто разделить всю историю Залины от нас. Локализация международной, глобальной, как говорят пиарщики рекламной кампании, обычное дело. Но в таких случаях все обычно дословно согласовывают и вроде бы все риски тоже просчитывают. То есть российский офис решил просто скреативить и вот перевел фразы на свой манер. Потери именно репутационные у бренда будут достаточно крупные. И скорее всего это даже скажется на потребительской активности. То есть я думаю, что все-таки упадет у них количество продаж. Официальных комментариев нет пока. Представители компании общаются только письменно, а срок рассмотрения запроса месяц. Зато их теперь уже бывший маркетолог Глафаст охотно делится подробностями. Мы уведомили о том, что мы запускаем локальную кампанию «Глобальный офис». Все были в восторге. Все говорили, что ой, как смело, как дерзко давайте делать. Очень интересные цитаты. Особенно нравится про гроб. Видимо смеяться в атмосфере своего уютного офиса над яркими, интересными шутками можно. Но когда ты публикуешь это на большую аудиторию, ой, здесь уже страшно. Я когда узнал, в ультимативной форме мне сказали удалять эти посты, я тут же принял решение, что я здесь больше не работаю. С автором понятно, пиарщик сделал свое дело, пиарщик может уходить. Свою долю хайпа Глафаст в любом случае получил, а вот сами представители знаменитого бренда, что, действительно испугались или ошиблись с автором? А может это вообще многоходовка? Ведь скандал-то такой, что пиар в любом случае вышел сумасшедший. Сродни, правда, черному, но кто там сейчас будет в оттенке всматриваться? Антон Подколенко о тех, кто сел не туда. Ну да.